Всем привет! С вами гроссмейстер Владимир Белов. Я открываю новую рубрику, она будет посвящена Эншпиле. Я буду брать свежие, тепленькие примеры из практики разных шахматистов, буду раскладывать их по косточкам и показывать вам поучительные моменты в них. Начнем мы с примера, сыгранного между гроссмейстером Хансом Ниманом и шахматистом Ситха. Давайте посмотрим внимательно на доску. У нас ладейный Эншпиль 5 на 5, ход белых, что очень важно. И белый претендует на небольшой перевес за счет активности ладьи. Здесь очень, конечно, важно, что именно ход белых, и они успевают начать создавать угрозы. Белые сделали ход на ладья Б4, ладья идет на поле Б6, привязываясь к пешке А6. И у нас сейчас первый такой поучительный момент. Как играть черным? Очень важно здесь не сбиться на пассивную защиту. Вот какой-нибудь ход вроде ладья А8 был бы просто грубой ошибкой. Тогда белые бы поставили свою ладью на поле А6, привязали бы ладью черных к пешке, к слабости, активизировали бы затем своего короля. Ну вот, как я здесь показываю, Ф3, король Ф2, король Е3, и выиграли бы, наверное, какую-нибудь поучительную партию. Поэтому, конечно, ни в коем случае здесь за черных не нужно ставить свою ладью в пассив. И черные правильно все делают. Ладья Ц8, ладья выходит на открытую линию, уже, между прочим, мат грозит на поле Ц1. Король Ф1 и ладья Ц2. Замечательная позиция у ладьи, кстати, она привязывается к пешке Б2. Атакует пешку Ф2, в обжорном ряду ладья чувствует себя просто супер. Ладья Б6, король Ж7. И здесь тоже хочу показать такой момент, можно назвать его поучительным. Стоит ли белым менять пешку Б2 на пешку А6? Вот тут несколько ходов подряд белые могут это сделать, но не делают. Я сейчас объясню, почему. Кажется, на первый взгляд, что создание проходной выгодно. Съедаем на А6, делаем ход ладья А8, ну и двигаем свою проходную. Идем туда королем, создаем, в общем-то, ну проводим эту пешку в ферзи, при хорошем раскладе. Однако черные ставят ладью сзади, за это идеальное положение ладьи. Не пускают вражеского короля. А после того, как белая пешка пойдет на поле А7, здесь поучительным моментом является то, что король белых уже не помощник. Эту ладью вызволить не удастся. Давайте я покажу, как. Король Ф6, черные просто стоят на месте, стоят, ничего не делают. Ну и на всякий случай скажу, что ладья не может здесь уходить, потому что пешка тогда пройдет в ферзи. Королем тоже черным идти никуда не надо ни в коем случае. Пускай стоит на королевском фланге. Мы просто повторяем ходы. Главное не пойти на поле Ж6, чтобы не было в ладе Ж8 шаха. Итак, белый король рвется к своей проходной, и уже в поле Б6 он хочет освободить ладью. И здесь важно просто дать шах, откинуть его назад, потом пойти ладья А1, и все, ладья не может ничего сделать. Здесь позиция ничейная. Поэтому белые в этой партии не меняют пешку Б на А, сохраняют эти пешки на доске, для того, чтобы после хода Б4 попытаться выиграть пешку А6 и создать связанные проходные. Ладья Б2. Это, конечно, сделать очень непросто. Король Е1. Ну, идея белых какая? Наверное, они хотят убрать пешки со второго ряда, может быть, хотя бы одну, подойти королем на поле С1, как я здесь рисую, стрелочкой, и затем съесть на А6, отдав что-то на королевском фланге, но зато съев пешку на ферзевом, получив при этом две связанные проходные. А две связанные проходные, ну, почти всегда проходят очень быстро. И черные заранее, предвидя это, начинают создавать контр-игру. И, кстати, правильно делают. Ход Е5 следует. Эта пешка, она в будущем, возможно, будет такая потенциально проходная, так как черные съедят пешку Ф2, поэтому она сразу двигается. Но белые тоже делают классный ход. Ж4. Пешка начинает мешать вражеским пехотинцам двигаться вперед. Это первое. На ход король Ж6, ну, возможно, здесь, да, ход. Где-то мы можем сделать ход Х4 с последующим Ж5, и по горизонтали 6-й есть некоторая связка достаточно неприятная. Ну, и ход Ж4 просто уводит пешку со второй линии, чтобы ладья ее в будущем там не съела. Значит, Е4. Черные по-прежнему идут этой пешкой вперед, создавая какую-то контр-игру. Не давая белым спокойно уходить королем. Но белый все равно делает ход король Д1 в этой позиции. Х5. Ну, вот ход Х5 такой достаточно классный. Мне он понравился. В чем идея? В том, чтобы отдав пешку, ну, в партии белые съели, черные соединили здесь свои пешки в центре, и после взятия на Ф2 они получили бы сильную контр-игру. То есть, например, если бы здесь не А6, а белые бы сделали ход, например, король С1, да, продолжая свою линию, то после хода ладья бьет Ф2, ладья бьет А6, Ф4, и здесь контр-игра черных очень сильна, ну, потому что у них тоже есть связанные проходные, они идут. И, в общем, здесь белым-то можно и проиграть очень легко. Поэтому, конечно, тут надо уже действовать аккуратно, и белый делает ход А6 шаг. Ладья бьет А6, переходит в совсем другую позицию. Ладья бьет Б4, ну, они тут забрали пешечку на А, аж теперь могут себе позволить. И ладья занимает классное поле Ф6. Кстати, очень часто в ладейниках важно захватывать ладьёй вот такие поля. Смотрите, здесь, ну, просто многофункциональное совершенно поле, она защищает эту пешку, эту. Атакует пешку Ф7 и атакует пешку Ф5. Ну, что ещё можно желать от одной ладьи? Тем не менее, у чёрных здесь хороший шанс на ничью, ну, точнее, если говорить объективно, здесь позиции всё равно ещё ничейные. Чёрные делают ход ладья А5, король Е2. Ну, и тут вот неточность последовала со стороны индийского шахматиста. Нужно было сделать ход ладья А3. Как по мне, это самое точное здесь продолжение. Не пускаем короля. Получительный момент – отрезание вражеского короля. И, в принципе, здесь белые вынуждены переходить в такое окончание. Они вынуждены идти на упрощение. Взять одну пешку, взять вторую. Ладья А6. Получался ладейник 2 на 1. И кажется, что пешку Е4 легко можно съесть, но это не так. Когда белые её идут съедать, мы съедаем пешку А2. Почти во всех вариантах. Ну, например, если ладья Е5, мы даём шах. Ещё шах. Потом заходим ладью на А3, съедаем пешку А2 и легко делаем ничью против одной пешки. Вот это был самый простой способ – ход ладья А3. И чёрные всё-таки должны были здесь закончить партию мира. Однако выбран был ход Ф4. Ход Ф4 здесь, ну, связан с конкретной идеей. Я уверен, что чёрные прямо видели весь вариант, который получился в партии. Взяли, взяли эту пешку и забрали на Е4. Ну и что здесь подумали чёрные? Получился ладейник с пешками Ф и Аш. А это теоретическая ничья. И, наверное, чёрные собирались её здесь как-то сделать. У меня, кстати, ни разу не встречалось это окончание, но я бы очень не хотел получить за слабейшую сторону подобного рода позицию. Почему? Потому что, да, это теоретическая ничья, но надо её ещё сделать. Насколько мне известно, здесь очень много проблем могут поставить сильнейшая сторона. В своё время я читал такую брошюрку Василия Васильевича Смыслова. Он прям подробно-подробно анализирует вот этот вид окончаний, как тут надо спасаться, на собственных примерах показывает, как нужно ставить проблемы. Я её прочитал, но в целом ничего особо не помню, кроме одного момента, который я, кстати, покажу в этой партии. Мне кажется, что вот в иншпилях нужно запоминать какими-то подобных окончаниях, нужно запоминать какими-то общими идеями. Если вы запомните пару важных моментов, это будет уже очень неплохо. Итак, белые и чёрные сыграли король g5, король f3, ладья 3 шах. Ну, здесь несколько таких ходов, где белые просто потихонечку ведут пешки, с этим поделать ничего нельзя. h4 шах, ну, здесь вот съесть эту пешку нельзя из-за ладья g5, потом пешные окончания проиграны. Поэтому чёрные отходят королём, ну, белые потихонечку оттесняют, ставят свои пешки дальше, король g4. И вот про момент, который я хотел здесь прокомментировать. Ладью в слабейшей стороне выгодно держать на поле a1, ну, или где-то в этом углу, и не давать бесполезных шахов. Ладья должна выжидать, должны быть у чёрных возможность шаховать по горизонтали и по вертикали. Это очень тонкий момент, и это не единственный, к сожалению, здесь момент в этом окончании. Но это важный, то есть не надо давать бесполезных шахов. Вот что я хотел сказать. А чёрные здесь дали шах. Но это пока, кстати, ещё не выпускает ничью. Я здесь, в общем-то, вооружён шестифигурной базой, и я очень смело буду давать оценки, что хорошо, а что плохо. Ладья g1, король f5. И вот опять надо было ладья 1 ходить, но чёрные пошли ладья f1. Ладья e5. И здесь чёрные всё-таки допустили роковую ошибку. Пошёл король полакомиться пешкой h. Ход короля h5 оказался очень плохим, и король этот оказался отрезан. Нужно было здесь выжидать, сделать ход ладья a1. Всё приводило к этим вот сложным теоретическим вариантам, о которых я уже упоминал. Здесь нужно какие-то тонкости знать. Например, на ход короля f6 здесь важно сделать ход ладья h1, заманить пешку. h5, потом вернуться назад ладьёй на h1, на 1. И вот всё в таком духе. Не буду я дальше вникать. Здесь, в общем-то, люди целые книги писали на эти позиции. В партии сделан ход был король h5. И после хода короля f6 он пошёл съедать пешку. Но после f5 король оказался слишком далеко от поля h7, а он должен там быть. То есть король должен быть на поле h7, а ладья должна шаховать с длинной стороны. Только так делается ничья. Король, конечно, побежал. Но вот здесь вот пришло время допускать ошибки и белым. И Ханс Ниман допускать довольно грубую ошибку, превращая окончание в такую трагикомедию. На ход король h5 выигрывал ответ ладья е2. В общем, простой, кстати, ход. Не пуская короля теперь назад, ладья даёт шах на h2. И, в общем-то, партия легко выигрывается. Просто король g6 и пешка идёт. Ну, король здесь псевдоактивный. Он здесь очень плохо стоит. Просто пешка f проходит в ферзи. Однако последовал ход король g7. Ладья g1, шах, точный шах. Король f7 и ладья a1. Ладья идёт-идёт на длинную сторону. f6, король h6, король f8. И вот он ключевой момент. Возможно, чёрные здесь что-то перепутали. Они подумали, что если ладья у них на длинной стороне, король стоит на h7, это уже ничья. И они сделали ход король h7. А это оказалось с позиции проигранной. Потому что пешка успела пойти на f7, а ладья перекрывается из-под шахов. И здесь белые легко очень побеждают. На шах вот сразу последовал ход король. Король e7. И получилась победа за белых. Ладья g5, король h6 и ладья g8. И белые выиграли. Очень легко. Однако вместо хода король h7, конечно же, король должен был пойти на g6. Здесь он благодаря неудачному позиции ладья e5, здесь ничью давал следующий вариант. f7, король f6, висит ладья. Ладья не может дать шах, откинуть короля. Ну и, соответственно, это ничья. Можно, кстати, белыми здесь и проиграть. Если уйти ладью и там куда-нибудь вот сюда, можно получить мат. Это, конечно, совсем печально будет. А если пойти ладья e8, ну, можно, например, сыграть ладья a7. То есть, есть пешку f7. Довольно простая ничья, но черный не находит. Я думаю, что здесь важно просто было знать, что король h7 и f7 это теоретическая победа белых. То есть, это позицию, которую нужно знать. Однако черные проигрывают и дают нам повод узнать такую поучительную ошибку. Оставайтесь на канале. До следующей недели я покажу вам новый пример поучительных окончаний. Всем счастливо!